В Нарьинмаре стартовали лыжные гонки «Северное сияние» имени Ивана Чупрова. Соревнования будут проходить в течение трех дней с 12 по 14 апреля на лыжной трассе спортивной школы Олимпийского резерва «Труд». Традиционное участие в физкультурно-спортивном празднике ежегодно принимают до 800 жителей региона. Физкультурно-спортивный праздник имени Ивана Чупрова, который впервые разработал правила и провел этот спортивный праздник, проходит уже в 50-й раз. Участие в нем ежегодно принимают до 800 человек. Юбилейные лыжные гонки в Нарьинмаре открыли учащиеся пятых-одиннадцатых классов из школ Нарьинмара, поселков Искателей, Красного и Тельвиски. В каждой возрастной категории свой старт. Первыми испытать свои силы на трассе отправились мальчики пятых классов. Я уже много раз участвовал. Я умею кататься на лыжах. Мне это нравится. Я второй раз участвую. Я хотел участвовать, потому что я люблю лыжи. Потому что на них здорово кататься. Такие ощущения, когда едешь. Усталость и радость заодно. Через 10 минут отправляются девочки той же возрастной группы. Пятиклассница Ира Киприянова в первый раз встала на лыжи 8 лет. Эти соревнования для нее уже третьи. Мы в школе занимались, нас отбирали. Мы среди девочек ездили. И вот я приезжала все время первой. Меня выбрали на Северное Сеяние. Завершили выступления старшеклассники, а также студенты учебных заведений города. Мужчины и женщины бежали классическим стилем 10 и 5 километров. Продолжится соревнование в субботу, 13 апреля. На этот день запланировано и официальное открытие лыжных гонок. Завтра официальное открытие в 12 часов перед стартами дошкольных образовательных учреждений. Завтра стартует у нас первая очередь. Завтра у нас начинается спринт с 10.30. Это взрослые участники, индивидуальная гонка. Но после них будет массовая 5. Это детские сады. Начинают бегать с 12.30. В воскресенье участников ждут индивидуальные испытания. Гонки свободным стилем. Дистанции в зависимости от возрастной категории соревнующихся составят от 2 до 30 километров. По словам организаторов спортивного праздника, результаты массового старта войдут в зачет комплекса ГТО. Награждение победителей соревнований пройдет в актовом зале Ненецкого аграрно-экономического техникума 14 апреля в 16 часов. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.